Сколько людей живет в этом мире, каждый из нас что-то жадно ищет в другом, и все равно мы остаемся такими же бесконечно далекими, оторванными друг от друга. Время проходит, вот в чем беда. Прошлое растет, а будущее сокращается. Все меньше шансов что-нибудь сделать, и все обиднее за то чего не успеть, была бы цель, а цепочка проб и ошибок сама приведет к желаемому результату. Волю нельзя поделить на части. Она либо наследуется на все 100%, либо на эти же 100% бездарно утрачивается. Все-таки время куда ни глянь, сплетает все вещи и события в одно непрерывное полотно, мы привыкли кромсать эту ткань. Подгоняя отдельные куски под свои персональные размеры, и потому часто видим время лишь как разрозненные лоскутки своих же иллюзий. На самом же деле связь вещей в ткани времени действительно непрерывный. Даже если на самом деле ничего не меняется, все равно, нельзя позволять себе так думать. Позволишь себе так думать, и уже никогда не сдвинешься с места. Если есть выход, то есть и вход. Так устроено почти все, ящик для писем, пылесос, зоопарк, чайник. Но, конечно, существуют вещи, устроенные иначе, например, мышеловка. Иногда подумаешь, хорошо бы превратиться в коврик у входной двери. Лежать бы всю жизнь где-нибудь в прихожей. Но ведь в мире ковриков тоже своя мудрость и проблемы свои. Хотя это уже не мое дело. Окружающий мир слишком часто подтверждает странное правило, чем давать вещам объективную оценку, лучше воспринимать их как тебе удобно, и приблизишься к истинному пониманию этих вещей. Профессия изначально должна быть актом любви. И никак не браком по расчету. И пока не поздно, не забывайте о том, что дело всей жизни, это не дело, а жизнь. С мелких поистине микроскопических изменений начинает стареть человек. Чем дальше, тем больше появляется таких вот слабо уловимых, но уже не стираемых мелочей, пока наконец не опутают они точно паутина все тело. Самое лучшее это запастись терпением и ждать. Не терять надежды и распутывать запутавшиеся нити одну за другой. Как бы безнадежно не была ситуация, конец у нити всегда где-то есть. Странная женщина. На лице очень много морщин, они бросаются в глаза, но не старят ее, а наоборот подчеркивают превосходящую любой возраст молодость. Эти морщины ей к лицу, будто лежали там с самого рождения. Смеется она, смеются вместе с ней морщины. Сердится, и морщины сердится. А когда она не смеется и не сердится, морщины вдруг ставшие ироничными, вальяжно расползаются по лицу. Существует много различных причин, на чего человек начинает регулярно и в больших дозах употреблять алкоголь. Причины могут быть разные, а результат как правило один. Человек живет постоянно балансируя на грани между гордыней и низменными страстями. Только вспоминает он об этой грани часто уже после того, как баланс потеряет. Я видишь ли очень несовершенное человеческое существо. Очень далек от идеала, и ошибаюсь частенько. Но я учусь. И сильно стараюсь не повторять своих ошибок. Хотя все равно иногда повторяю. Почему? Да очень просто. Потому что я глуп и несовершенен. В такие моменты я очень себя не люблю. И делаю все, чтобы в третий раз этого не случилось ни в коем случае. Так и развиваюсь понемногу. Пусть небольшой, но прогресс. Все лучше, чем ничего. Я не люблю одиночество. Просто не завожу лишних знакомств, чтобы лишний раз не разочаровываться в людях. Лучшие люди оттого и становятся лучшими, что верят в свои способности с самого начала. Двигаться с высокой эффективностью в неверном направлении еще хуже, чем вообще никуда не двигаться. Вещь, несущая в себе определенное несовершенство, привлекает именно своим несовершенством. Откуда все пришло, туда все и уйдет. А я лишь путь для самого себя, дорога, которую мне надо пройти. Почему все должны быть такими одинокими? Почему это необходимо быть такими одинокими? Столько людей живет в этом мире, каждый из них что-то жадно ищет в другом человеке, и все равно мы остаемся такими же бесконечно далекими, оторванными друг от друга. Почему так должно быть? Ради чего? Может, наша планета вращается, подпитываясь людским одиночеством. У каждого человека своя причина для смерти. Она выглядит просто, а на самом деле гораздо сложнее. Примерно, как пень от дерева. Торчит себе из земли, такой маленький, простой и понятный. А попробуешь вытащить, и потянутся длинные запутанные корневища. Как корни нашего сознания. Живут глубоко в темноте. Очень длинные и запутанные. Слишком многое там уже никому не распутать, потому что этого не поймет никто кроме нас самих. А возможно никогда не поймем даже мы сами.